МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые друзья! Наступает время четверга. Это означает, что у нас опять обратный отчет. И сегодня, как всегда, будем говорить о определенных перспективах. Как вы знаете, два скачки в России у нас остались. В запасе скачки в Грозном и Павловской. Но до них еще есть время. И сегодня мы посвятим наш диалог вместе с уважаемыми коллегами текущим аспектам развития нашего чистокровного коневоза. У нас сегодня в студии Ордж Сулейманов, регистратор госплем книги, почтоком, звуковой пародии. Очень рады приветствовать вас, Ордж. Не часто у нас гости, но, тем не менее... Как приглашаете, так и приезжаем. И Евгений Капушев, наш постоянный эксперт, словно, нам будет о чем сегодня поговорить. Давайте начнем с вот такого интересного аспекта, о котором мы уже неоднократно говорили в наших программах. Я имею в виду аукцион, и, в частности, вот в восходе аукцион прошел. Прошел достаточно успешно. И мы в своей студии вот такой важный аспект, в общем, озвучивали, что сейчас повышенный интерес к чистокровной верховой пародии. То есть лошади расходятся, расходятся неплохо. Ордж, скажите, пожалуйста, как это сказано на вашей работе, вот в плане паспортизации, регистрации? То есть количество работы увеличилось? Да, конечно. Я должен сказать, что в целом с 2018 года у нас сложилась такая устойчивая динамика роста количества лошадей и количества конозаводчиков. Ну, естественно, с каждым аукционом, с покупкой лошадей, увеличивается количество конозаводчиков, и не только в традиционных регионах, но и в новых регионах, таких как вот за Уралом, вот в тех регионах. Ну, увеличение количества конозаводчиков, соответственно, и прибавлять к нам работу. Ну, это нормальный процесс. Главное, что для этого и выращивать лошадей, чтобы их продать. А техническая база как справляется в ней, как с этим? Мы же вернемся сегодня. С тем объемом, да. Мы, конечно, справляемся, но там есть свои особенности, конечно. Мы поговорим об этом. Да, разумеется. Я хотел, вот, точните, а цифра, например, 22-й год, по 23-му, наверное, еще не полные данные? Ну, в 23-м году пока данные не полные. В 22-й год мы сейчас уже подходим к отметке 900 жеребят, я имею в виду тех, которые уже паспортизированы. У нас просто традиционно основные конозаводчики получают паспорта в год скачек, в канун с какого сезона, где-нибудь в феврале-марте. На сегодняшний день, да, это вот 800 с лишним. Я помню, что лет 10 назад было 600. Да, да. Ну, я даже, честно говоря, не могу сказать точно, в чем тут причина, но то, что динамика, это довольно устойчивая, именно начиная с 2018 года, это однозначно. Ну, наверное, здесь немаловажную роль, может, даже самую главную роль сыграл спрос на лошадей вот со стороны основных покупателей. Это Казахстан, Монголия, Киргизия в меньшей степени, но, видимо, вот это. И, в том числе, вот сказалось, и проведение закрытых призов, когда люди просто хотят купить лошадь. Те же самые люди конозаводчики Краснодарского края просто хотят купить лошадь, чтобы участвовать. Мы еще к этому аспекту немаловажному вернемся в нашем диалоге сегодняшнем. Скажем лишь в добавление, что у нас еще один аукцион в этом году пройдет, и ближайший из них состоится 18 ноября в Ёж-короле. Состоится он на Медведевском республиканском ипподроме Мариэл. И у нас сейчас на связи один из организаторов этого события, Игорь Яндальцев, которого мы знаем по его работе в Европе, в частности, в Чехии и во Франции. И вот сейчас Игорь с нами на прямой связи из Франции. Игорь, добрый день, как нас слышно? День добрый, здравствуйте, студия. Слышу хорошо. Добрый день. Игорь, скажите, пожалуйста, для вас, насколько я понимаю, это первый аукцион, который вы будете проводить, и, как мы уже сказали, состоится он в Ёж-короле на республиканском ипподроме 18 ноября. Что побудило вас, собственно, к этому предприятию, мероприятию? Озвучите, пожалуйста. Ну, нас в первую очередь побудило к тому, что поголовье выросло за последние 6-7 лет. У нас сейчас поголовье более, составляет более 60 голов. При том, что матки проходили испытания в Европе, все производители тоже проходили испытания в Европе. И мы, когда было маленькое поголовье, мы испытывали их сами. Теперь, как бы, пришли к такому общему мнению. Это у меня там занимается мой брат Александр и начкон у нас Шабалина Вера Леонидовна. Они пришли к такому мнению, что нужно бы продать побольше лошадей, чтобы они разошлись по Союзу и посмотреть, как они будут выступать на других ипподромах. Потому что транспортная логистика для нас, как бы, тяжеловато выглядит добираться до Краснодара, там, Нальчика и так далее. Мы ограничены, потому что в основном выступаем на Казанском ипподроме. И вот пришли к такому мнению, чтобы провести аукцион. И в этот раз у нас по записи 41 голова. Да, Игорь, мы сейчас видели как раз кадры с Южкаролинского ипподрома с Республиканского. Но вы правильно отметили, что основное треноделение выступает в Казани. И с лошадями мы хорошо знакомы. А скажите, пожалуйста, вот вы озвучили поголовье количество лошадей, которые будут выставлены на... Вот уточните. И по условиям аукциона тоже хотелось бы с вами поговорить. То есть, вот озвучите, пожалуйста, их. По условиям аукциона, значит, мы решили провести смешанные аукционы. Это такие есть аукционы. Ну, в каждой стране в Англии, они проводятся во Франции. Мы на него выставили максимум своих лошадей. Во-первых, ну, чтобы изучить рынок. Во-вторых, продать каких-то лошадей, где-то, чтобы посмотреть, как они будут выступать в других. Допустим, мы продаем Левис Мистраля. Это наш производитель. Он основатель большинства уже сегодня взрослых лошадей. Как бы является отцом. Мы его... Потому что дети подошли к обылке, как бы к случному сезону. И поэтому нам нужно обновлять. На подходе у нас еще два производителя есть. То есть он у нас один, как бы, выставляется на продажу. Плюс мы выставляем маток. Маток жеребых, маток холостых. И отъем. Тоже часть отъема выставляем. И лошадей в полуторнике, и лошади в тренинге. Мы сделали такой микс, чтобы изучить спрос, на что у нас будет больше спроса. Ну, и из этого складывать дальнейшую свою работу. Игорь, а скажите, пожалуйста, а начальная стоимость лотов вы как-то определяли уже вот этот очень немаловажный аспект предстоящего аукциона? Да, мы определили минимальную ставку. Мы определили это 10 тысяч рублей. И без потолка цены. То есть, ну вот, как я уже сказал в предыдущих, скажем, монологий, что мы хотим изучить рынок. Насколько рынок подвижный и до каких цен мы можем играться. Естественно, какие-то лошади будут интересны нам, мы тоже будем за них торговаться. Но в основном мы не ставим потолка цены, будем изучать потребительскую способность. Игорь, а можно вопрос? Скажи, пожалуйста, в вашем аукционе другие канадозаводчики и каневладельцы могут участвовать? Да, конечно. Уже заявлено, по-моему, надо спросить у Веры Леонидовны у нас поточнее, по спискам. По-моему, заявлено двое каневладельцев, которые будут выставлять тоже своих лошадей и продавать. А вот еще такой вопрос очень интересный. Ты сказал, что поставили минимальную цену 10 тысяч рублей без верхней планки. А если ее купят за 11 тысяч, вы продадите, что ли? Нет, а там шаг будет 10 тысяч. То есть 10 тысяч – это минимальная шаг, 10. Поэтому аукцион, ну, вот как бы когда участвуешь на аукционе, я немножко расскажу. То есть, возможно, там любой скажет, могу дать сразу 50, 100, 150, и уже от этой цены будет потом подниматься. Минимальный шаг – 10 тысяч, минимальная цена – 10 тысяч. То есть, если опустили до 10 тысяч, никто не дает никакой цены. Но мы будем знать, что лошадь никому такого класса не должна будет оставаться в хозяйстве. Игорь, ну тогда вопрос следующий, логичный. А резерв цены есть или нет? Нет резерва. Мы будем продавать без резерва. Мы сделали максимум рекламы, чтобы у нас обзвонили всех потенциальных покупателей. То есть, у нас очень плотно контактируют с нами Казахстан, Татарстан, Чувашии. И будут наши еще пару-тройку коневладельцев, начинающих, которые тоже будут участвовать. Ну, если у вас такой, извините, промо-сейл получается, да? То есть, ваша задача сейчас не заработать деньги, а, условно говоря, обкатать модель и привлечь людей. Я правильно понимаю? Да. И цена поэтому минимальная для того, чтобы… Ну, условно, вот взяли, мы поставили там миллион рублей на своих лошадей, и завтра пришли на аукцион, но у нас кроме себя там никого нет. То есть, поэтому мы обкатаем, мы изучим рынок, мы поймем среднюю цену, на что ориентироваться, на какой класс лошадей. Потому что мы занимаемся, ну, вот этой селекционной работой, отбираем тот класс, который у нас вот скакал в Европе, допустим, который скакал на Казанском импадроме, и что-то пытаемся из этого улучшить. Ага, вот, Игорь, вы сами подвели к нашему следующему вопросу. То есть, опять же, будут лошади выставлены, те, которые находятся в тренинге, и в частности, те, которые скакали на Казанском импадроме. У нас сейчас на связи тренер Вера Шабалина, человек, который готовил этих лошадей, в частности, мастер-лайна. Вера, как нас слышите? Добрый день. Добрый день. Слышу хорошо. Да, Вера, ну вот дайте, пожалуйста, нам характеристику мастер-лайну, потому что конь достаточно известный, мне кажется, это лучший потомок у нас в стране от Леви Смистраля. Конь, который очень здорово скакал в очень престижных и сильных компаниях. Кстати, это, кстати, Сергей, это наша лошадь, принадлежала Валентину Бахтаярову. Леви Смистралю. Да, он находился в тренинге у Арсена Гирея Шавуева в Чехии. А мы еще к нему вернемся, Жень, да, у нас даже видеоизображение есть. Но я хотел бы вернуться к мастер-лайну. Ну, как мы видим из его выступлений, это чистый малер. Ну и дайте, пожалуйста, характеристику 18-го года рождения, в каком порядке пребывает, ну и что вы видите в этом жеребце? Ну, жеребец действительно хороший, с первой ставки от Леви Смистраля. Вот, скакал, но официальных стартов у него 18, в том числе 4 победы за его карьеру на данный момент. Ну, в этом году побед у него не было, он дважды был вторым. Это в день с Абантуя на Казанском ипподроме за Мьюзик Стори. И в призе гранита второго за Голден Гроссом, вот, Ленара Сергажина. Ну, и еще участвовал в двух скачках в прошлом году. И в позапрошлом году он дважды выиграл Кубок Татарстана, также на 1600 метров. И в призе гранита второго в прошлом году тоже был вторым за Валенсия Андрея Ляхова. Ну, вот, в каком порядке сейчас пребывает, можете вот сейчас дать такую характеристику нам? Ну, немножко за сезон, так скажем, подустал, была жара. У нас проходили на Медведевском ипподроме также скачки, он тоже участвовал. По жаре немножко вышел из порядка к концу сезона. Ну, в данный момент все хорошо, отдохнул, играется в работе, сейчас все хорошо. Хорошо, спасибо за эту информацию. Что касательно Мастер Лайна, еще раз напоминаю, конь, который скакал, ну, в лучших, на мой взгляд, компаниях, майлеров, которые принимали участие в скачках в Казани. Ну, все знаем, кто такой Мьюзик Стори, все знаем, кто такой Голден Гросс. Да-да-да, Валенсио в прошлом году за ним вторым был. То есть, ну, действительно, очень крепкие компании. Единственное, что он, конечно, не выступал вне Казани, как он будет на другой дорожке к вопросу. Ну, мы понимаем, что это очень далеко, поэтому... Да, хорошо. Мы понимаем, что у этого жеребца, 20-го года рождения, трехлетки, всего один старт, при счастье Дня химика в Казани выиграл. Вот расскажите нам про этого жеребца, что вы видите в нем, ну, и каковы его, быть может, с каковой перспективой, есть ли они? Да, Хэтфилд пришел к нам в утробе, он от Доксколора. Вот, жеребец неплохой, но при рождении были небольшие проблемки с ним, пришлось его ставить на ноги. Вот, были проблемы с суставами. Всего в его карьере четыре старта, в том числе один официальный на Казанском эпидроме для впервые стартующих. И три старта у нас, все четыре старта он выиграл, вот, конь перспективный, я думаю, что будем с ним работать, он еще, я думаю, что покажет себя. Ну, вот вопрос, Хэтфилда-то вы выставляете на аукцион, потому что он как бы значится в списке? Да, Хэтфилда выставляем на аукцион. Еще вот интересные двухлетки у вас в тренинге тоже находились, которые выступали, в частности, тоже в Казани. Тот же Оделис, еще один сын Левиса Мистрали. Что по нему можете сказать? Ну, опять же, у него три старта, как мы видим, официальный в Казани. Ну, в хороших компаниях ходил, но выше третьего места не поднимался. Что, как вы думаете, ждать от него в трехлетнем возрасте? Ну, Оделис тоже, я считаю, конь неплохой, но на два года он еще совсем ребенок. Он растет, формируется по характеру, он совсем еще совсем-совсем ребенок. Ему нужна дистанция. То есть, вот мы два раза, он стартовал у нас на 1600, и мы поняли, что 1600 ему легче дается, нежели 1200. Он у нас выиграл здесь на 1600, скачку легко. Ну, и третьим остался вот в осеннем призе на Казанском эпидроме. То есть, на следующий год, я думаю, что ему будет легче бежать дистанцию подлиннее. Ну, вот как раз, да, одну из его скачек мы вместе с вами наблюдаем. Ну, еще интересная кобылка, опять же, Фавельхит, насколько я понимаю, она полусестра у нас того жеребца, которого мы только что обсуждали вместе с вами, и по кличке, да, сейчас, Хэтфилд. То есть, по ней что можете сказать? Интересная кобылка? Кобыла, да, тоже интересная. Немножко не получилось свозить ее на Казанский эпидром. Но здесь она принимала старты. Три старта у нее. Из них две победы, в том числе на скачке на Кубок главы Республики Мариэл. Вот она легко обошла соперников и выиграла. Вот, ну, на 1600 она проиграла там уже Аделису. Она более такая, на короткую дистанцию, 1200, это, мне кажется, ее такой конек, но на сегодняшний день. Ну, на три года посмотрим. Будем готовить, посмотрим. Вера, спасибо большое за ваше включение. Мне бы хотелось сейчас вернуться к диалогу с Игорем Мендельцевым. Игорь, как слышно? Слышу хорошо, Сергей. Да, ну, не буду скрывать, по фавель-хит мы тоже с вами говорили. И вы считаете ее прям очень талантливой кобылкой. И, в общем, да, можно сказать, от сердца отрываете. Да? Да, это способная кобылка, я считаю. Потому что мама ее была у меня в тренинге. Она тоже специфическая такая, скажем. Она больше любила мягкую дорожку и скачки на короткую дистанцию, плюс еще с поворотом. То есть, вот, ну, такие нюансы были. Поэтому я думаю, что в этой кобылке тоже есть большие перспективы. Самое главное, подобрать ей какой-то ключик, и она на короткую дистанцию будет хорошо бежать. Потому что Левис Мистраль тоже показал себя с лучшей стороны. Это на 1400 метров. То есть, ну, вот такое дистанционное совпадение, так скажем, мамы и папы, я думаю, что должно сработать. А еще, Игорь, вы вот в прологе нашей программы сказали о том, что будут выставлены и готовички на продажу. Вот я посмотрел здесь и Хольт, и Левис Мистраль, и Медный всадник, и Дагскалары и другие. Ну, я так полагаю, что эти два основных производителя, Левис Мистраль и Дагскалар, которые, собственно, работали у вас на ферме. Ну, да, в основном это был Левис Мистраль, от которого, как бы, скажем, большая масса. С Дагскаларом мы, значит, работали на территории Чехии. У нас всего мы получили трех жеребят, и все жеребцы. Это вот Хэтвилл, Медный всадник, и еще один, сейчас забыл вспомнить. То есть три жеребчика. И сейчас на подходе будут годовички от новых производителей. Это Маракеш-экспресс и Кенсай. Тоже, которые проходили тренинг во Франции. Они прошли через мое отделение. Маракеш-экспресс выиграл большой гандикат, то есть был очень хорош на дистанции 2000 метров. И Кенсай. Кенсай, значит, был заявлен на итальянское дерби, но была большая жара, и что-то у него там не пошло с этим. Потом был продан владельцу Саликбаеву, и после чего попал ко мне в тренинг. Показали они оба, показали работоспособность положительной стороны. У них много очень хороших качеств. То есть, допустим, Кенсай, он бегал до 7 лет, был очень крепкий, адекватный абсолютно по скачке, адекватный перед скачкой. В работе, когда, допустим, его немножко распирало, конечно, он мог подтащить, но это просто играло. А Маракеш, он сам по себе очень хороший характер. То есть, такой он поел, поспал, поработал. То есть, с ним минимум всех проблем. Я понял, но вот сейчас как раз хотелось бы вернуться к Левис Местралю, который несколько ставок дал. Ну вот, Жень, как раз по Левис Местралю возвращаемся к этому производителю. Опять же, я помню, он выиграл несколько первых групп в Чехии. В Чехии, давайте будем точны в терминах, в Чехии нет групп, там категории. Чехия не входит в первый список International Cataloging Standards. Поэтому у них всего несколько скачек, которые по международной классификации имеют статус листов. Ну и плюс чешское дерби – это приз третьей группы. А он выиграл несколько скачек первой категории. Он сын Медишина с неплохим происхождением. И мы его купили в Ирландии, Тони Воткинс покупал на аукционе. Не очень дорого купили. Он был в тренинге у Арслангирея Шавуева и очень хорошо скакал в Чехии на короткие дистанции. Ну и я так полагаю, ввиду той озвученной информации, Игорь, которую вы сейчас нам преподнесли, то есть у вас смена производителя идет и Левис Местралю тоже выставляется на продажу? Да, абсолютно верно. Ага. Ну что же, да, вот… Я бы, Сергей, если позволяет время, хотел бы просто нашим зрителям объяснить, может, некоторые не поняли. Две принципиально разных концепции аукциона. Да. Вот, например, восходовский аукцион, о котором мы говорили в прошлый раз, как он устроен. Там комиссионно выставляется нижняя цена всем лошадям. 500 тысяч, 600 и так далее. Ниже этой цены аукцион не идет. Да, то есть если никто не дает эту цену, там 500 минимум, с нее и начинается торг. Лошадь не продана, все домой. Здесь подход у Игоря европейский. Здесь мы знаем часто, когда смотрим западные аукционы, объявляют сразу какой-то максимум, ну или какую-то очень высокую цену, миллион никто не дает. Это он очень быстро, в течение 20 секунд, 500, 300, 200, 100. Ниже 100 нет. Ну или как в этом случае, ниже 10 нет. Дальше, если торг пошел вверх, то кто-то купил, но далее существует такая вещь, как резерв цены. То есть минимум, за который хозяин готов ее отдать. Он не публичен, он публично нигде не озвучивается. Но если у вас хорошее отношение с консигнатором, всегда неформально можно узнать, сколько они хотят. И очень часто мы видим в каталоге, да, там 30 тысяч, условно говоря, но R&A, R&A, reserve not a cheat, то есть до резерва не дошла. В данном случае Игорь говорит о том, что все лошади будут продаваться без резерва. Поэтому ты, Сергей, в самом начале правильно абсолютно обозначил проблему. Есть вероятность, что все лошади с аукционов уйдут по 10 тысяч рублей. Да, это так. И, кстати говоря, я правильно поддержу Евгению в том плане, что я, кстати, состою в этой комиссии по подготовке аукционов в восходе. И там есть как нижняя планка, так и верхняя. Вот если там, условно говоря, поставили верхнюю планку, там 3 миллиона, значит, это лошадь, ну, чисто такие бухгалтерские дела, что эта лошадь остается в хозяйстве, не продается. Но там, понятное дело, что восход не всю поголовь выставляет на продажу, а выставляет то, что можно продавать. И там есть шаг, шаг, но совсем другой. Там шаг ранга другой, да, начинается комиссионная цена, стартовая цена лошади, а дальше, да, шаг ранга, и за сколько уйдет лошадь. Но лошадей с верхним пределом, которые они, ну, так, условно приняли, там, грубо говоря, 2 миллиона рублей, вот эти лошади на аукцион не выставляются вообще, они остаются дома. Хорошо, Игорь, ну, еще раз в резюме по аукциону, сколько голов чистокровной верховой породы, то есть, я знаю, там, высококровные будут представлены, там, для спорта и так далее, сколько вот именно чистокровной верховой породы будет представлены голов? Более 30 голов будут чистокровные, и где-то в районе 12-11 голов будут полукровные породы. Ну, что же, да, аукцион, еще раз напоминаем, пройдет 18 ноября в Йошкар-Але на республиканском ипподроме. Мы, разумеется, будем держать руку на пульсе. Ну, и поскольку у нас Игорь Индальцев все-таки с нами на связи, конечно же, бы хотелось, Игорь, поговорить о том, как для вас прошел нынешний сезон, так скажем, во Франции. Ну, вот из официальной статистики мы видим у вас 12 лошадей на текущий момент тренинги, и было несколько побед, причем очень хороших. Ну, и, в частности, вот хотелось бы поговорить про Чичи Боя. Насколько я понимаю, это лидер вашего тренотделения. Да, Чичи Боя – это у нас лучший пока конь нашего отделения. Он стал лучшим гандикаповым конем Франции 22-го года. Он провел 18 стартов, из них у него 3 победы и 12 платных мест. Это вот в том году было. В общей сложности он уже провел 42 старта, 4 победы и 26 платных мест. Канте Плюс сколько он раз выиграл? Два раза. Надо нашим зрителям объяснить. Да, да. Объясни, что это непростая. Да, Канте Плюс – это максимальный гандикап, это самый большой гандикап. Он разыгрывается один раз в день на одном из ипподромов. Скачка с высокими, очень призовыми. Он так называется, потому что на него проводится именно игра Канте Плюс. То есть пятерка, надо угадать 5 лошадей в одной скачке. Как национальная лотерея, по сути. Ну вот мы как раз смотрим сейчас видеоролик с участием Чичубоя. Но вот скажите, пожалуйста, Жеребец еще продолжит в этом году выступление? То есть вот немножко о перспективе. Да, он продолжает скакать. Он уже в этом году сделал 14 стартов у него. Одна победа, 7 платных мест. И вот в это воскресенье, 5 ноября, мы едем в Довиль на очередное Кенте. Но только Кенте будет в первой категории – это 70 тысяч. То есть вот Кенте Плюс, о котором Евгений рассказывал, это на сегодняшний день 53 тысячи. А это класс 1 – это 70 тысяч. То есть мы будем, как бы скажем, готовить его на этот большой удар. Посмотрим, как все пройдет. Согласился у нас поехать Стефан Паске. Предыдущий старт 2 недели назад он выиграл, тоже Кенте. Тоже Стефан Паске ехал. И сейчас вот опять заявили мы его на следующий. На 1900 метров. По поли-треку будет скакать. Ага, ну вот про Чичи Боя как бы понятно. Но у вас еще несколько лошадей, да, неплохого гандикап-класса. Это тот же Енисей, Елизар, вот вы говорили. То есть про них можно что-то сказать? Да, Елизар – это конь по Дарьяну. Он был тоже куплен на Аркане, на Октябрьском аукционе. За среднюю цену, среднестатическую 25 тысяч. Он выиграл у нас только один старт. Мэйден выиграл очень красиво. И с последнего места ушел в отрыв. И был продан в Америку за 250 тысяч. Мы за него переживали, болели. Жалко было расставаться. Но он в Америке пробежал. Вторую группу был шестым. И в третьей группе он был вторым. И на этом вроде пока карьера у него приостановилась. Либо закончилась. Я пока дальше. Но потеряли его контакт с тренером. Не знаю. Что касается Енисея. Енисей – это тоже по Дарьяну. Он хороший конь. На сегодняшний день, к сожалению, он тоже продан у нас в Австрии. Будет там выступать. И он бежал очень хорошо на три года. Дистанция тоже 1600 метров. Он имел классный бросок финишный. Где-то метров 300 он выдавал с очень большой резвостью. В Давилле он выиграл скачку финишным броском со скоростью 67 км в час. То есть это было большим подарком для нас. Сам конек не очень крупный, мелкий. Но с идеальным характером и с большой финишной скоростью. Ну что же, спасибо. Ну и я вот хотел бы еще отметить одно важное обстоятельство. На Чичибоем мы видим, да, вы привлекали Буржана Мурзабаева и на других лошадей. Из вашего треноделения он скакал. Вот хотелось бы узнать, как дела у Буржана. Потому что я помню, вот буквально на днях где-то я читал, что Буржана возвращается вроде как в Германию. Да, с Буржаном мы сотрудничали весь этот год после Японии. Он когда приехал, у нас, так скажем, был устный договор, что он будет являться у нас как первым жакеем. То есть если нету лошадей в Фавро или там еще кого-то, с кем у него тоже были устные контракты, он едет на наших лошадях. На Чичибоем он скакал практически весь сезон, на Енисея скакал, ну на других тоже подсаживался. На сегодняшний момент он распланирован у него следующим образом. Он переезжает в Японию на зимний период. После Японии он возвращается в Германию. Вот этот ритм работы его будет устраивать больше, потому что Франция, она не отпускает жакеев. Вот, к примеру, допустим, Максим Геом, он в этом году уже проехал более 1350 стартов. А у Буржана только 500. То есть тут необходимо быть, тут оставаться надо на весь сезон, чтобы не потерять лошадей, не потерять тренеров, так скажем, владельцев. И всегда держать, скажем, руку на пульсе. Но у него есть тоже хорошее предложение в Японии, и он классно себя показал как жакей. Поэтому, наверное, вот этот режим ему будет подходить больше, при том, что он вот в это воскресенье тоже едет в Мюнхене для Фабра, скачку. Ну и, скажем, с ним была устная договоренность, что по приезду, когда он будет выступать на территории Франции на следующий год, то ему с удовольствием будут давать лошадей и Фабр, ну и я, конечно. Ну что же, да, спасибо большое за вот этот экскурс, так скажем, в европейские события. Ну и, конечно, Буржану удачи. Будем следить за его карьерой. Ну что же, Игорь, спасибо вам большое за ваше включение. Было очень интересно и познавательно. Я думаю, что мы еще раз вернемся неоднократно к аспектному выступлению ваших лошадей, как в Европе, ну и, разумеется, к аукционам. Ну что же, друзья, после небольшой паузы, как мы обещали в прологе нашей программы, мы вернемся уже как бы к российским делам, да, и поговорим с Оруджем о назревших, так скажем, проблемах в течение, я думаю, даже не этого сезона, а нескольких сезонов. Они накапливались в плане фаспортизации, в плане регистрации лошадей, ну и все вытекающие. Так что, уважаемые друзья, не пропустите, после небольшой паузы мы обязательно поговорим о вышеозвученных важных темах. Ну что же, друзья, возвращаемся в нашу студию и еще раз возвращаемся к очень важным аспектам, которые связаны с нашим чистокровным коневодством. Благо, у нас здесь Оруч Сулейман, регистратор госплем книги по чистокровной верховой породе. Закончился фактически у нас сезон, сезон выступлений осталось, еще раз напоминаю, всего лишь два события. Ну, самые главные события все же, мы разыграли все основные скачки, появились, как всегда, различные моменты, аспекты, связанные с нашим чистокровным коневодством. Ну и сейчас мы вместе с вами еще раз заглянем в прошлое, но пользуясь случаем, постараемся заглянуть и в будущее. Оруч, насколько я понимаю, да, ситуация, которая требует во многих аспектах, там, скорейшего разрешения или как-то каких-то там моментов для того, чтобы все конники собрались, там, да, и решили, там, некоторые важные моменты для того, чтобы наше чистокровное коневодство развивалось в перспективе в правильном направлении. Ну и, в частности, вырисовываются, опять же, те проблемы, о которых вы говорили, вот в начале программы, мы, в частности, вспоминаем, да, увеличение ограничительных призов, которые проходят у нас в сезоне. И как это сказывается, вот, на регистрацию, на паспортизацию, каким-то образом, быть может, с неожиданной стороны, потому что мы видим, с одной стороны, опять же, закрытые призы, они как бы стимулируют владельцев, да, покупать лошадей, там, допустим, в определенном регионе. И, соответственно, политика протекционизма, в конечном счете, дает свои плоды. Но есть и другая, наверное, сторона медали. Ну, я должен сказать, что, к сожалению, проблемы, они всегда были, есть и, наверное, еще будут, куда же без них. Но другое дело, что они не решаются, эти проблемы. Вот, каждый год у нас, по окончании скаковой сезона, мы их озвучиваем, эти проблемы. Весной начинаются скачки, и все о дне забывают, и мы проводим скаковой сезон, обычно, как на дежурном режиме. Ну, проблемы здесь какие? Для нас, для отдела племенной книги в институте, ну, сама процедура племенного учета, что она подразумевает? Это получение информации от конодзаводчиков и ее обработка с удачей документов. Вот у нас вот проблема именно вот в первой части, начальной стадии, это вот получение информации в нужном формате и своевременно, и, соответственно, первичная идентификация жеребенка на местах. Вот эта часть у нас хромает, и давно уже хромает, мы пытаемся как-то ее поддерживать, но пока это как бы не нашло никаких нормативных документов с тем, чтобы мы закрепили права, полномочия, возможности наших региональных представителей. Ну, они пока, в общем, никто никакого статуса не имеют. Ну, к чему эта проблема приводит? К сожалению, я должен констатировать, что в последние годы у нас появилась тенденция увеличения количества жеребят, рожденных 1 января. Ну, я, честно говоря... То есть все прекрасно понимают, что 1 января – это формальность. В реальности это, значит, предыдущий год. Да, я никогда... Я всем говорю, что я не верю. Вот я не верю, что кобыла прям под новогоднюю елку принесла вам жеребенка. Скорее всего, это декабрьский жеребенок, который родился или в начале декабря, или в середине декабря, может быть, и они его переписывают на январь. Вот это проблема. Как ее решить? Но тут есть как бы простое решение вопроса. Знаем, где эти жеребята рождаются, послать туда человека для того, чтобы с инфекционной проверкой. Но нет. Именно в декабре кобыли никого не подпускают. И никак ты туда не подберешься. А подают документы, и в документах написано, что она родилась 1 января. Вот это. Итоги, конечно, скажутся на скачках. Но и на нашей работе это тоже как отражается. Я вам говорил, что мы как бы под отчетным Международному комитету, и у нас есть как бы свой график отчетности по итогам паспортизации за предыдущий год. У нас конкретно нашу племенную книгу проверять представитель Германии. Ну, так построена работа Международного комитета. И он тоже во время рецензирования книги, он тоже обратил внимание на то, что у нас как бы сдвинут случной сезон. Если по правилам случка должна начинаться 15 февраля каждого года, у нас из года в год... Тогда, по идее, жеребят, рожденных ранее 15 января, не должно быть. Не должно быть. А у нас вот именно он, ну, немцы, они все дотошные, буквоеды, вот он почему-то вот высчитал, выбрал именно с книги всех жеребят, рожденных именно 1-2 января, и он как бы сделал свою статистику, что у нас вот с каждым годом увеличивается это количество. Вот вам, пожалуйста, первый такой негативный пример, с чем нужно бороться. Ну, второе, вот то, что вы упомянули про закрытые призы. Да, у нас, как бы, здесь, казалось бы, наших особой работы не должно быть, и никаких проблем не должно быть. Есть паспорт, пожалуйста, отбирайте лошадей, это я имею в виду ипподромы. Отбирайте лошадей и делайте сами, как вы же организаторы скачек, не мы же организаторы скачек. Но нет, тут просто люди всеми правдами и неправдами, конечно, все стараются сейчас родиться в Краснодарском крае, все стараются сейчас родиться в Ставропольском крае, чтобы скакать на этих новосельских скачках. И все там просят то поменять договор, то поменять дату. Ну, это, ну, вот такая стихия. Вот такая стихия, ну, боремся, держимся с этим. А я не понимаю, то есть, просят, опять же, при регистрации упоминать, что лошадь рождена в Краснодарском крае? Нет, вот есть, допустим, в прошлом году, вы, наверное, лучше знаете, и в прошлом году даже имела место быть дата покупки лошади, там, гражданами Краснодарского края. То есть, факт купли-продажи должен был быть зарегистрирован не позднее, там, 31 декабря предыдущего года. Нет, нет, по положению, по Ставропольскому краю, 30 апреля. Да, а по Краснодарскому краю, 31 декабря. Да, там было по 31 декабря. И вот, а у нас есть уже, как бы, лошадь прошла регистрацию, договор предоставлен, регистрация, допустим, прошла в феврале текущего года. Нет. И данные уже в базе. И данные в базе, да. Вы как тут поменяешь? Ты же никак не поменяешь. Ну, вот как один из выходов из ситуации, вот мы просто уже пошли на то, что мы заключили такое неформальное соглашение с Ассоциацией коневодов Кубани, с тем, что если у меня будут какие-то сомнения в регистрации, в собственности лошади, мы будем вопрос согласовывать с ними. Это их ипподром, это их деньги, они организаторы-скачек. Я думаю, что Ассоциация коневодов, они сами должны определять, как и по каким принципам допускать гастролеров. Эта речь касается именно гастролеров. Потому что, ну, если восход, барсук, там, или прогресс находится на территории Краснодарского края, это как бы неоспоримый факт. Но мы говорим сейчас о, в основном, это о частных, о на заводчиках, которые сами физически, как бы, зарегистрированы в других регионах, а выжирепка происходит в Краснодарском крае. Но это тоже нормально, это нормальный процесс, но главное, чтобы это было именно так, что лошадь фактически должна быть рождена в Краснодарском крае, что подтверждается вот нашими региональными инспекторами. Ну, хорошо, еще вот такой вопрос хотелось бы сейчас, насколько я понимаю, о племенном животноводстве. Закон, да, вот буквально должен приниматься очень скоро, и я так полагаю, что думский комитет уже этот закон прошел, и одна из частей его, это, соответственно, децентрализация племенного учета. То, что идет, так скажем, в разрез с племенным учетом, чисто кроме верховой породы, я имею в виду, с условиями, да, которые выдвигает нам, насколько я понимаю, в этот раз. Ну, фактически правительство не делает разницы. Оно унифицирует все племенное животноводство. Да, коровы, там, крупно-рогатый скот и так далее, и так далее. Да, совершенно верно, и они не могут юридически... Писать отдельный закон, да, или через запятую, там, или скот, как написать. То есть у нас получается как? Теперь, если этот закон возымеет силу по отношению к чистокроме верховой породы, то есть появится много таких локальных, да, регистраторов, да? Нарушается принцип единоначалия, единства племучего и независенности. И чем это грозит для нас? Ну, это грозит тем, что пока, слава богу, это пока на словах, это еще как бы не реализован этот законопроект, но если он как только будет реализован, если эта информация дойдет до нашего комитета, то, естественно, это чревато тем, что нас просто исключат оттуда. Из Везербис. Из Везербис, да, потому что не из Везербис, а именно Международного комитета по племенным книгам, АСБС. Из Везербис это компания, которая ведет английскую племенную книгу, а мы состоим в Международном комитете по племенным книгам. И там, правильно сказал Евгений, самый главный принцип это централизация племенного учета. Значит, в любой стране должна быть одна племенная книга, которая представляет страну в этом комитете. И, естественно, работать по этим правилам международным. Если у нас вот это единство, если у нас вот эта централизация будет нарушена, тогда как бы мы не подпадаем под международные правила, под международные требования. И, соответственно, мы попадаем так бы на категорию ниже. Там есть А, Б, С. То есть А это которые работают по международным правилам, Б это страны, у которых есть какие-то замечания и вынужденное предупреждение. Там дано по протоколу 6 месяцев, кому 8 месяцев для их устранения. Если не устранят, то категория С. Вот как сейчас на категории Б у нас находится Узбекистан, в категории С у нас находится Казахстан с 2016 года. А мы в какой категории? Мы пока в А. Пока нас не трогают, пока в А. Вот если у нас эта категория, ну это я их называю А, Б, это как бы первая, вторая, третья группа этих стран. И если пока у них до юра как бы нет оснований для того, чтобы нас опустить на рангом ниже. Ну как только это основание появится, тогда да. Но здесь централизация является таким основой? Смотри, Сергей, конечно является. Конечно является. Но я другое хотел сказать. Теорус Исмаилов сейчас говорит о последствиях международных. Да. А теперь давайте поговорим о последствиях на земле. На земле. Мы понимаем, что регистрация лошадей чистокровной верховой породы это серьезный труд. Это сложный достаточно процесс, в котором безусловно присутствуют конфликты интересов. Это процесс, в котором присутствует жульничество, прямо скажем, о котором говорит О. Когда люди пытаются лошадей фактически на год старше сделать. Ну да. Точнее на год младше. Да, чтобы, условно говоря, трехлетки скакались двухлетками. И для того, чтобы такую работу вести, требуется определенный инструментарий. Должны быть обученные люди. Откуда в региональных ментсельхозах такие люди? Они просто не знакомы с этой работой. Для них процесс регистрации племенных животных это просто процесс формальной записи в какой-то реестр. Но мы понимаем, что если речь идет, например, о КРС, о бычках каких-то, то какая разница, когда он родился? Ну, какая разница? Вообще разницы никакой. А у скаковых лошадей, когда речь заходит о соревнованиях, это принципиальная важность. И мы понимаем, что региональные ментсельхозы к такой работе совершенно не готовы. И у них нет ни штата для этого, ни инструментария, ничего нет. Это будет просто катастрофа. Это будет хаос. Ну, да, мой прогноз тоже такой же. Мой прогноз будет просто какой-то коллапс. Еще потому что... Каждый будет сам, фактически, учитывая лоббистские возможности некоторых каневладельцев, каневладельцы просто будут сами себе выписывать паспорта. Вот и все. Совершенно верно. А не забывайте еще, у нас такая есть мероприятие, методика, как этот, ВОЗ, импорт-экспорт лошадей. То есть у нас каждый год, в последнее время, немножко сократилось количество импорта, но как ни крути, 40 и более голов мы ежегодно завозим. Так, если вот эта децентрализация произойдет, то у нас не будет, значит, единой племенной книги, которая представляет страну. Соответственно, некому будет, тем же американцам, некому будет отправлять. Это по ВОЗу. А по ВОЗу, если лошадь идет в тот же Казахстан, вот сейчас монголы покупают для Китая, сейчас заключили с нами договор, монголы и китайцы, с тем, чтобы мы могли подтверждать происхождение лошадей, потому что наши паспорта, ну, естественно, китайцы не могут читать по-русски, мне вот пришла копия паспорта из Англии, китайцы отправили в Англию, англичане прислали мне. Там написано на русском языке, они говорят, что с этим делать, как это читать, понимаете? И в случаях вывоза лошадей за рубеж, тоже непонятно, кто будет выдавать документы для регистрации лошадей. Фактически, это будут полукровные лошади. Да, это будут полукровные лошади, и местные, те же самые страны, вот те же монголы, те же казахи, кстати говоря, и те же китайцы, они просто-напросто не будут нас покупать. Ну, они будут покупать за копейки, вот и все. Потому что им уже будет дано указание со стороны Международного комитета, они там тоже состоят, там уже будет дано указание, что эти лошади нелегитимные, эти документы нелегитимные, они не имеют права международного хождения. Вот тебе и все наши проблемы. Конечно, вот с этим нужно бороться. И, ну, насколько я знаю, насколько мне известно, этот закон, он уже как бы принят, еще не утвержден в Совете Федерации. И по этому закону, как бы, вот эти децентрализация должна пройти к 26-му году. То есть, еще в следующий год, там, 4 региона в качестве пилотного проекта будут опробировать эту работу. А в 25-м году количество таких регионов уже прибавится, и к концу 25-го года происходит процесс децентрализации. Да, хорошо. Ну, и теперь, наверное, там, в заключении нашей программы хотелось бы поговорить и о, ну, текущей динамике, ну, тенденциях, которые вот у нас сейчас сформированы с точки зрения вашей, опять же, профессиональной деятельности по отношению к нашему частокромному коневозу. Что происходит, опять же, с точки зрения, опять же, тех же международных санкций, там, да, о которых мы говорили, ну, в частности, могут ли там, да, лошади, рожденные в России, да, выступать, например, там, зарубежными подробностями? Ну, тут, знаете, вот вообще-то, я бы по-другому еще поставил вопрос и нашему руководству, которого мы не ощущаем, я имею в виду Минскельхоз, и нашим конозаводчикам. Вообще, надо подумать над главным вопросом. Вообще, нам нужна эта книга или нет? Так, если она нам нужна, так мы должны играть по международным правилам. Если мы не можем играть по международным правилам, тогда давайте мы забудем эту книгу и будем каждый сам себе выписывать паспорта или скакать внутри себя по принципу байги казахстанской. Ну, я, конечно, утрирую, но вот то, что вы сказали, вот у нас есть еще такой фактор, как новые регионы. Вот это Донецкая область, Луганская область, да, мы же, это сейчас Россия, и там тоже есть сокровные лошади, мы их должны регистрировать, поскольку это лошади, рожденные, поскольку это территория Российской Федерации. Но эти, проблема в том, что эти лошади уже имеют паспорта украинские. Естественно, Украина против того, что вещи передавать нам. Теперь этот комитет, наш комитет, он строго контролирует, есть ли у нас в нашей российской книге лошади с новых регионов. И не дай бог, что если они там появятся. Как только появятся, у нас это будет еще одна причина, из-за которой нас могут просто-напросто прикрытие. Вот те вопросы, которые вы озвучили выше, да, они, в общем, быть может и требуют какого-то круглого стола там с участием конников, которые, опять же, заинтересованы в том, чтобы правила сохранить у нас, чтобы мы скакали к каким-то правилам там и так далее. Это не скачка, это регистрация. Это регистрация. Регистрация нужна. И нужны на этом круглом столе не конники, нужны на этом круглом столе представители исполнительных органов власти, прежде всего Минсельхозы. В данном случае сейчас уже выше посло, сейчас уже на уровне правительства и парламента, тут уже высший государственный уровень необходим для того, чтобы эту ситуацию каким-то образом урегулировать, потому что иначе с регистрацией лошадей скаковых пород и чистокровной верховой породы, в частности, будет все очень плохо. Ну, а вы как-то доводите свою позицию, опять же, Ульянович? Ну, мы часто встречались с представителями департамента животноводства в Минсельхозе, но этот процесс такой необратимый. Я думаю, что это просто как горох об стенку. Вот все наши попытки, все наши объяснения – это как горох об стенку. Мы даже дошли до… я вам скажу, мы были в Госдуме. Мы встречались с группой депутатов. Они нас выслушали, они между собой там посоветовались и обещали, что да, если это чревато вот такими плохими последствиями для страны, то они, как бы закон не имеет обратной силы, как они нам ответили, но они придумают какой-то новый подзаконный акт, который вот позволит вывести из этого закона чистокровную породу международного значения или породу, которая проходит испытания на ипподромах. Но пока мы ничего, как бы, не видим. Никаких изменений в сторону улучшения этой проблемы нет. Но, тем не менее, время какое-то еще осталось у нас, да? Ну, время, да. Вы говорите, до 26-го года какие-то там будут пилотные проекты, и вот эти пилотные проекты могут реализоваться, и, соответственно, это вот первый камень, что называется, да, где-то мы получим, в общем, события, которые будут вне, так скажем, обычного понимания, да, в нашем видении, да, скачек. Опять же, тогда, когда могут появиться лошади, опять же, в тех возрастных дивизионах, где мы их там не ждем. Один из, на самом деле, аспектов. Опять же, следующий аспект подтверждения происхождения. К примеру, иммуногенетика. Если это все децентрализировать, кто поручится за то, что иммуногенетические исследования будут проведены корректно, что перед нами будет лошадь, заявленная тому происхождению, что написано у нее в паспорте. И, кстати говоря, лаборатории, проводящие иммуногенетическую экспертизу, тоже должны быть членами международного общества. Есть ассоциация Международного общества изучения генетики животных. Они плотно, очень тесно контактируют с нашей ассоциацией. И всю информацию, всю статистику по лабораториям, по качеству лаборатории передают в нашу ассоциацию. Наша ассоциация дает список. Раз в два года вывешивает на сайте список лабораторий, которые прошли агредитацию, имеют лицензию высшей первой категории, с которыми можно работать. Наша лаборатория сейчас, она соответствует всем этим критериям. А вот что будет дальше, пока неизвестно. Ну, ладно, да. Вот, собственно, да. Один тоже из итогов скакового сезона, в том числе. Один из ракурсов, опять же, мы сегодня раскрыли в нашей сегодняшней программе. Я думаю, что это все требует скорейшего разрешения. Я думаю, что неравнодушных у нас достаточно людей, которые, в общем, понимают суть проблемы. И это проблема, которая может, в общем, в большой степени сказаться вообще на перспективе чистокровного коневодства у нас в России, его существования. Ну, к сожалению, это так. Ну, что же, вопрос озвученный. Орж, спасибо, что пришли сегодня, озвучили очень важные темы. Орж Сулейманов, регистратор Госплемы книги по чистокам верховой породы, сегодня отвечал на наши вопросы Евгений Капушев, наш всегдашний эксперт. Ну, и, друзья, остаемся на канале «Конный мир», следим за нашими программами, потому что мы надеемся, что все-таки все будет хорошо, и по-прежнему мы будем воспринимать скачки таковыми, таковыми мы их воспринимаем на текущий момент. Спасибо, что остаетесь с нами. Счастливо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин